Чем гордится Ливерпуль? Революшн. Именно в Ливерпуле встал на рельсы первый в мире поезд. Мания. Это, естественно, о группе Битлз. Вот так это выглядело во второй половине 20 века. Ну и, наконец, противостояние футбольных клубов. Красные против синих. Вскоре после первого поезда и задолго до Битломании. Вообще, Ливерпуль – место, где процветает дуализм. Два футбольных клуба и две легендарные птицы на главном небоскрюбе города. Зданию всего 100 лет, а мифов уже на целую книгу. Птичка женского пола повернута в сторону моря. Она высматривает симпатичных моряков. Мужская особь глядит в город, открыта ли бар. А если когда-то птицы упадут со своих жердочек, Ливерпулю конец. Ну и еще, каждая птица – это и есть футбольный клуб. Только неясно, кто какой. А метафора возможной гибели – вылет из премьер-лиги. Меня зовут Патрик, мне 14, я болею за Эвертон. Мой родной брат, к сожалению, болеет за Ливерпуль. Ума не приложу, как так получилось. Меня зовут Роберт, мне 12. Я болею за Ливерпуль, а мой брат Патрик болеет за Эвертон. Я не знаю, почему. На самом деле типичная история для города Ливерпуль. Два брата выросли в семье, где родители поддерживают разные команды. И каждый завербовал по одному. Старший не смог ослушаться отца, младший принял эстафету от матери. Январская дерби перенимает Энфилд. Накануне у стадиона так людно, будто игра начинается вот-вот. Это обычные для Энфилда туристические туры. До полутора тысяч человек за один день. Гиды Марк и Джек ведут экскурсию по очереди, засыпают публику вопросами. Например, сколько Ян Раш забил за Ливерпуль. Или сколько трофеев выиграли предтренере Бобби Пейси. Особая остановка – домашняя раздевалка. Она не меняет свой облик десятилетиями. В этом идеология Ливерпуля. Раздевалка – не место для роскоши. Звукоизоляция тут настолько плоха, что нового тренера предупреждают – установку давайте потише. Выходя на матч, каждый игрок Ливерпуля должен на удачу дотронуться до этой таблички. Майкл Оуэн, Джо Ален, Луис Гарсия – это не полный список тех футболистов, которые до таблички дотянуться не могли. Так что если вы смогли, то вы круче Майкла Оуэна. На все домашние матчи Ливерпуля билеты проданы. Стадионная экскурсия – шанс для многих посидеть на этих красных креслах. Марк и Джек рассказывают об истории трибуны КОП, которая получила свое название после штурма одноименной вершины во время Англо-Бурской войны в Южной Африке. Рассказав много интересного, гид по имени Марк умолчал о важной детали. Сам он – болельщик Эвертона. Город уникален тем, что в одной семье тут болеют за разные клубы, говорит Марк. Все мои родственники – фаны Ливерпуля. Я же болею за Эвертон, но работаю на Энфилге. Но шарфик Ливерпуля вы убрали сразу, как закончился тур. Ну да, это же униформа, просто рабочая одежда. Вот и куртка с эмблемой, я вынужден ее носить. Это часть Ливерпуля. У нас 18 чемпионских титулов и 5 кубков чемпионов. А у вас что-то там есть, что по пальцам посчитать можно? Вы появились на свет только благодаря нам. Эвертон – первый клуб Ливерпуля. Вы только и можете вспоминать свои старые трофеи. И уже ничего никогда не завоюете. Музей футбольного клуба Ливерпуль начинается с синего цвета Эвертона. Это не ошибка, а часть истории. Первые 8 лет существования Энфилд был домашним стадионом Эвертона. И только переезд синих из-за повышения аренды подтолкнул созданию еще одной городской команды. Многие факты теперь подтверждают превосходство Ливерпуля. И не только над Эвертоном. С момента образования в 1892 году Ливерпуль возглавляло только 18 тренеров. Абсолютный мировой рекорд. И самые успешные из них – Шенкли и Пейсли проводили тренерские собрания с бокалом виски. Вот вам и секрет успеха. Ну как ни крути, самая почетная и самая красивая точка Ливерпульского музея – вот она. Пять главных европейских трофеев. Четыре на заднем плане – это копии. И оригинал на переднем. Это кубок, подаренный Ливерпулю в 2005 году навсегда. И вот главное доказательство того, что это оригинал. Вмятина, сделанная на кубке во время послематчевой вечеринки в Стамбульском отеле. В Уйфа сказали, давайте немножко подремонтируем кубок. Ливерпуль ответил, ни в коем случае. Это наша память. Два последних сезона Эвертон закончил выше Ливерпуля. Это говорит о том, что сейчас именно мы доминируем в городе. Ливерпуль лучше, потому что у нас больше трофеев – национальных и европейских. Наши болельщики стали громче ливерпульских. У нас есть Луис Суарес, по-моему, лучший игрок в мире. Ливерпуль существует, потому что мы отдали им свой стадион. На Энфилде лучшая атмосфера во всей Англии. И только одна вещь крепко объединяет оба клуба – трагедия Хилсборо. Когда речь идет об этом, Ливерпуль и Эвертон становятся одним целым. Субтитры создавал DimaTorzok